Почему вот этот ваш путь Ахмата, он какой-то избирательный, не работает в отношении всех чеченцев? В чем дело? Пусть ваша пропаганда расскажет нам вот этот принцип спасения хоть одного чеченца, в отношении кого он работает, в отношении каких чеченцев вы спасаете, а какие не заслуживают вашего спасения. Расскажите нам. Это ты сейчас опять по нервам Давудову проехался. Зря вы вообще не бережете этого человека. Вы его в этих эфирах напрягаете финансированием меня, а потом он отрывается на Кадырове. Идет, выходит в эфир и начинает его мочить. Как думаешь, Тумсо, когда ВВП откинется, что будет с Кадыровым и с его крабовыми билетами? Пойдут на Москву, заскучают, будут танцевать лезгинку, приуноют, так скажем. Кадыров, его товарищи, они внезапно такое, при унынии на них нападет. Потому что рософобы это те, кто не видит Расаева? Да, да, именно. Те, кто не любят песни Хусейна Расаева. Их называют рософобами. И в числе вот этот хирург Залдостанов. Кстати, не слышно, да, в последнее время его заметили? Раньше там на фоне Путина везде появлялся с одними своими мотоциклами и байкерами, их называют даже, язык не поворачивается. Плюшевыми байкерами. А тот на тебе просто пропал, как воду канул. Больше с Путиным не дружит Кадырова, что-то не ездит Кадыров, его не приглашает на свои эти бои. Кстати, вот на бой Булкерима и Дилова можно было бы пригласить этого хирурга, я думаю. Порассуждать с ним о рософобии. И пригласить туда Хусейна Расаева. Собспел. Ты приводил рассказ, как ответил Муауя византийскому царю, когда тот захотел вмешаться между ним и Али. Сам так не поступил в отношении Яшина и спровоцировал спор с ингушами насчет земли. Яшин и византийский царь вообще неподходящие, неуместные примеры. Я вообще удивляюсь, честно говоря, как вы проводите такие аналогии. Есть люди, которым противопоказано приводить аналогии, примеры. Но не умеете вы это. Друзья, оставьте это дело. Византийский царь написал Муауя, типа, давай я тебе помогу, нужна тебе помощь против твоего брата. А Яшин не написал мне, не сказал, давайте там, я помогу кому-то из вас. Ничего подобного не было. Это вообще другая ситуация. Здесь наоборот, как бы, Яшин решил дать этому оценку и эту оценку дал неверно. Поэтому, разумеется, мы разъяснили этот момент, указав, что эта оценка неверная. В том числе, почему Кадыров газует в случае Симоньян, если все равно придется тормознуть? Очевидно, что в момент газа он не думал, что придется тормознуть. А потом ему, видимо, сказали, но-но-но, у нас тут программа специальная идет, так что ты, товарищ, давай-ка на попятную. И да, хочется Кадыровцев спросить Кадырова и его приближенных. Вы постоянно говорите, что лозунгом Ахмата Кадырова было спасти хотя бы одного чеченца. Он говорил, цханок чекил хорлак. С этой идеей он, типа, перешел на сторону России, предал нас, то есть стал предателем ради народа, чтобы спасти хотя бы одного чеченца, говорите вы. Магомед Алханов, он чеченец. Что мешало вам, или мешает, может, и сейчас-то, да, будет сложновато. Но что мешало вам этот лозунг применить в отношении Алханова? Он ведь чеченец. Это не тот человек, которому у вас, как вы и сами говорите, есть претензии. Вы же всегда говорите «нохчиц и тяхда цах». Типа, если на нем нет чеченской крови, то его нужно спасать. Именно так это же, по вашим словам, путь вашего Ахмата Кадырова. Почему вы не попытались, не спасли Магомеда Алханова от этой расправы неминуемой, что его сейчас ждет? Вы же знаете, что его сейчас ждет. Почему вот этот ваш путь Ахмата, он какой-то избирательный, не работает в отношении всех чеченцев? В чем дело? Как-нибудь на досуге расскажите нам об этом. Пусть ваша пропаганда расскажет нам вот этот принцип спасения хоть одного чеченца, в отношении кого он работает, в отношении каких чеченцев вы спасаете, а какие не заслуживают вашего спасения. Расскажите нам, пожалуйста. В том, что какая разница, Кавказ или не Кавказ, мы же все братья, или ты забыл, такая реакция у тебя, мы должны быть все равными. Так никто и не говорит, что мы не братья, братья, все верующие братья. Но то, что мы все верующие братья, это же не делает нас яг-кавказцами. Я что-то не понял этого замечания. В чем здесь братья мы или нет, и вопросы Кавказа. Там людей называют выходцами из конкретного региона, выходцами из которого они не являются. Причем здесь братья мы или не братья. Тем более эти четыре отморозка, они мне не братья, 100%. Тамбовский, welcome, брат. Добрый вечер, Томсо. Как вы относитесь к введению QR-кодов и к сегрегации людей на привитых и непривитых? Прокомментируйте, пожалуйста. Крайне негативно я к этому отношусь. Чем больше они делают вот этих препятствий, связанных с этими вакцинами, тем больше я становлюсь антиваксером. Тем больше мне хочется противостоять вот этой системе, этой вакцинации. Так как это напрягает, бывает, когда тебе что-то насаждают, у тебя такое чувство противодействия сразу же к тебе возникает. Хочется этому сопротивляться. Так что я в последнее время вообще вижу очень много таких нюансов, связанных с, ну, абсурдных таких нюансов, связанных с этими вакцинами, тестами. И все больше и больше становлюсь таким антиваксером. Когда, знаете, допустим, в страны вводят ограничения, типа, без, значит, ну, непривит, если ты непривит, то ты должен сделать тест. Только с тестом тебя, значит, пускают на, пускают в эту страну. А этот тест стоит денег, парень, ну, разных странах, по-разному, парень, ну, минимум 50 евро. Дешевле я вообще не видел. Минимум 50 евро стоит этот тест. И когда люди, значит, делают, идут делать этот тест, те просто, значит, тебе ваткой прошлись по носу и сразу же тебе выдали тест. То есть они даже не проверили еще ты реально, ты болен или нет. Ничего они еще не проверили. Они тебе сразу дали бумагу, что у тебя все нормально, тест отрицательный. И ты как бы понимаешь, что, ага, ну, это же явно абсурд, это же просто деньги люди зарабатывают. Они никакого ответа не получили, просто дали тебе эту бумажку, как Пилькину грамоту. Эти вот моменты, они, в общем, сильно настораживают. В том, что у вас были в школе или в училище в ВУЗе межэтнические конфликты с русскими? Не, не помню ни одного. В школе у меня были русские ребята, со мной учились. Но я не помню ни одного конфликта, который был бы вызван вопросами межэтническими. Имеется в виду, типа, вот, ах, вы русские, давайте, мы вас сейчас напряжем, такого не было. Да, конечно, были конфликты, были. И драки там в школе бывали. Но это не было связано с какой-то межэтнической темой. Причем у меня в классе был русский парень, это, я не помню, класс пятый, может, шестой. Очень такой дерзкий парень был. Это не тот русский парень был, который там дал бы себя в обиду. Мы с ним дружили, наравне с нами был нашим другом. И очень дерзкий такой был парнишек. Так, финансирование от Японок. Кстати, это на вискос от одного брата, говорит. Барак Лоуфик, брат. Это ты сейчас опять по нервам до Удову проехался. Зря вы, вообще вы не бережете этого человека. Вы его в этих эфирах напрягаете финансированием меня. А потом он отрывается на Кадырове. Идет, выходит в эфир и начинает его мочить. А это ведь опасно. Кто его знает? Может быть, тот накажет его в итоге. Мы потеряем Иудова. Поясни, брат, пожалуйста, историю Чечни. Почему она должна быть независимой? Назови исторические личности период 90-х, 10-х, которые повлияли на историю Чечни. Спасибо, брат. Давай я коротко скажу, почему Чечня должна быть независимой. Но это право любого народа быть независимой. Свобода – это то, что нам дается по умолчанию Всевышнего Аллаха. И мы должны стремиться к этой свободе. Поэтому мы к ней стремимся и будем еще раз стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok